всем привет с вами артем обрамович и вы смотрите канал финты wordpress а почти ровно год прошел с момента выпуска видео по его seo про плагин описания настроек и очень многое изменилось поэтому я решил выпустить обновленное видео в котором расскажу что изменилось как все это настраивать и как это все теперь работает и расскажу собственно чем этот плагин отличаются от других seo плагин показывать я это все буду на са на двух сайтах да вот короландия . space и на своем сайте выпарус . ру ну связи с тем что это разные абсолютно сайты здесь ли здесь меня на выпарус . ру это чистый блок и там есть свои настройки то короландия . space здесь тоже такое то во первых магазин во вторых он использует статичную главную страницу и вот эти вот все нюансы я расскажу в этом видео ну и естественно не забывайте друзья мои подписываться на канал ставить лайки если вам все понравилось и для этого видео для вашего удобств есть тайм-коды под видео смотрите переключайтесь если требуется а я начинаю итак версия и от seo будет рассматриваться версия 3.8 ну совсем новая версия обновилась совсем недавно и установку я пропускаю но это такой я думаю справитесь вы сами с установкой этого плагина ничего в этом сложного нет а сейчас я начинаю с разбора именно вкладки общей и обратите внимание да когда вы за первый запуск ногородили товарищи разработчики вот такое в первом запуске у вас ничего не будет то есть у вас будет только три пункта дашборд консолей гол премиум и больше ничего ну это принципе страшно в этом ничего нету и давайте начнем итак вкладка дашборд здесь у вас всякие разные сообщения вам выводится которые в принципе не нужны то есть их можно и нужно отключить ну видите да гуджок хорошая работа то есть никаких силу проблем пока не обнаружено и на этой вкладке в принципе все нажимаем кнопочку сохранить и поехали дальше вкладка общий здесь тоже такая вкладка абсолютно ни о чем ни к чему не обязанности но здесь есть такая интересная кнопочка которую многие которые не знают называется она open configurations vision это такой своего рода мастер настройки и осела ну я не знаю если вы устанавливали когда-нибудь в коммерции то там такая же штука есть вот здесь они тоже такое же придумали типа базовую настройку можно пройти но я очень не люблю все это дело поэтому я ее пропускаю если хотите можете сами там конфигурацию сделать но там она все довольно так кривые половина ничего нет но тонких настроек таких не будет поэтому нам нужна вкладка фьючерс и здесь самое главное наша наш переключатель это вот advanced setting page я не знаю зачем они вот скрыли вот это дело смотрите магия в чем заключается переключаем положение и не был и уоле у нас появились наши настройки видите как круто вот и все да то есть что это можно было сделать и так дальше переключатель on page work это он page work это такой сервис буржуйский для seo аналитики то есть если ну во первых он очень дорогой ну по нашим расценкам там они даже по их ним расценкам нифига не дешево на сегодня им пользу составьте я обычно это делаю выключаю то есть это можно данные с вашего сайта передавать в тот сервис и там уже контролировать все это дело дальше переключатель админ бар меню это вот эта вот штука если вы ею пользуетесь доставьте я обычно не пользуюсь но мне еще раздражает что здесь сообщение вылезают здесь сейчас у меня не видно обычно вот это вот все сообщения вылезает на это раздражает и обычно тоже выключает увидите до 1 барменю ушло это ушло есть настроили теперь вкладка себе зачем нужна эта вкладка в общем эта вкладка это то что называется базовая микроразметка при заполнении этой вкладке вы сможете именно сам сайт да саму саму главную страницу по ссылке но если захожу carolandia space да то вы сможете настроить так как вам надо но здесь я напишу carolandia здесь что-то неправильно написано ну альтернативное напишем по-английски а дальше вот это вот как раз то что ну здесь сами читаете да то есть google к ночь граф то есть это opengraph раз на разметка и сейчас я покажу в чем прикол то нам значит есть нам указываем название но здесь пишем и логотип компании то есть но это если у нас именно компания да кстати требования к логотипу там тоже свои имеют вещи но в данном случае это пока нам не важно и теперь смотрите если мы посмотрим исходный код темы но я понимаю что если вы новичок вам это не очень интересно поэтому поверьте на слово да то есть у вас появляется opengraph разметка на странице вот смотрите вот она ведь джейсон то есть вот и написал carolandia space это он взял название сайта вот логотип ссылка на логотип и здесь где-то есть еще название то есть но это вот по организации ну вот вот carolandia название альтернативное имя и name кириллицу он вот так вот интерпретирует то есть если это проверить в валидаторах то у вас будет как раз нам разметка по типу веб-сайт ну это для тех кто в этом понимает если вы не понимаете просто поверьте на слово если у вас компания то есть ну или магазин или что-то заполняйте компания есть ли вы частное лицо тогда здесь ну я вот здесь вот указал чей-то сайт соответственно здесь я оставляю компания все сохранили дальше поехали инструменты webmaster это такой функционал который позволяет добавить ваш сайт в инструменты webmaster но я никогда не рекомендую им пользоваться уж случится может все лучшее сейчас появится подсказочка посмотрите как можно добавить ваш сайт в кабинет веб-мастера google и яндекса более простым более простым скажем так и надежным способом через копирование файлов поэтому здесь я останавливаться не буду погнали дальше итак вкладка безопасность ну здесь можно отключить расширенные настройки метабоксов тех которые уже на страницах записи да вот когда при редактировании записи это нужно для того ну я не знаю если вот у вас какой-то информационный портал где много авторов то тогда да это имеет смысл чтобы авторы на этом случайно или специально там например не сделали так чтобы сайт например ну но индекс поставили и страницу вас на индексируется ну здесь я в данном случае оставлю мне все эти данные понадобятся вот и все с общими настройками это дело мы закончили и теперь приступаем к самой главной вещи которые нужно настроить раздел заголовки и мета данные итак первое что нам нужно сделать выбрать разделитель на вот этот вот этот или вот этот что такое разделитель если вы посмотрите видите вкладку вот здесь home к орланде да здесь у меня если зайти на сайт тоже . стоит если мы поставим например звездочку ну если присмотреться то там видно звездочку ну вот видите там вот идет название и звездочка но это уже вы выбираете для себя какой разделите нужен нужен ли он вам вообще но вообще разделитель нужен причем обратите внимание да этот разделитель появляется в сниппетах в поиске то есть это как такой ну конечно так прибавляющий фактор но все равно то есть он есть и когда звездочка там это более так оригинально смотрится и так вот эти два переключателя значит первый переключатель ну это два переключателя которые включают или отключают аналитику текстов то есть первый переключатель это читабельность анализ читабельности второй переключатель это анализ ключевых слов если вы этим не пользуетесь выключайте смело но я этим пользуюсь и в конце видео я покажу как это собственно работает поэтому здесь я на этой вкладке оставляю все сохранить и погнали дальше домашняя страница значит смотрите в чем прикол домашняя страница вот я захожу на сайт в парус точка ру домашняя страница видите да здесь у меня так как у меня здесь домашняя страница не статическая то есть шаблон название шаблон этой странице я могу заполнить именно здесь то есть причем ну я не знаю там можно здесь написать ну например так до сохраняя и у меня в мета данных вот то есть если здесь я обновлю все это дело ну вот смотрите да то есть я сейчас написал здесь у меня стоит шаблон название то есть название сайта разделитель описание сайта здесь написано шаблон мета описание если посмотрите в исходном коде то вот, пожалуйста, да, вот он title попал, то есть воперус, точка, заметки WordPress'ера. И вот оно, то описание, MetaTag Descriptions, которое я, собственно, записал с сайта WordPress. Но, если у вас статическая главная страница, тогда здесь немного все по-другому, и все редактирование происходит именно на странице, на самой странице, да, которую вы указали как статическую. То есть, если зайти на страницу, то это как раз делается именно через метабоксы при редактировании самой страницы. Ну, вот они, да, вот здесь вот. Но это я тоже покажу, когда буду рассматривать именно как пользоваться этими метабоксами. Поэтому мы здесь ничего не делаем и переходим на вкладку типа записи. Вообще, заголовки, вот раздел заголовки метаданные позволяет указать нужный вам шаблон, который будет, в который будет автоматически подтягиваться именно нужный текст. Ну, а для записи обычно делают title, да. Еще для шаблона мета-описания, ну, если вдруг вы не, ну, в записи своих, ну, не хотите прописывать, да, или вам как-то нужно автоматизировать, то это можно сделать следующим образом. Смотрите, здесь есть helpcenter, и здесь есть вот основные переменные. Нам нужна переменная, вот это expert, цитата записи при отсутствии, который генерируется автоматически. Прямо отсюда копируем и сюда вставляем. Соответственно, именно в типах, штатных типах записи, да, у нас будет автоматически в MetaTag Descriptions подтягиваться кусок текста из самой записи. Ну, сколько там, если штатно, если ничего не настроено, то это 55 первых слов именно самой записи. Оставляем. Дальше, значит, записи у нас индексируются, то есть это мы переключатель оставляем в индекс. Дата в предпросмотре фрагмента я обычно включаю. Это то, что появляется, опять же, в выдаче, да, в поисковой. Ну, я не знаю, многие эту дату убирают, я как-то вот, ну, не знаю. По-моему, доверие увеличивается именно, если дата стоит. И дальше показ Yoast SEO MetaBox, это в этих записях показываем. То есть, ну, это как раз вот этот самый MetaBox, показывать его или не показывать в записи. То же самое в страницах. Значит, в страницах я обычно на коммерческом сайте делаю именно вот так вот, то есть заголовок страницы, разделитель, название сайта. Шаблон метаописания я здесь никакой не ставлю, потому что, ну, я считаю, что для каждой страницы, именно статической страницы, надо прописывать свой шаблон метаописания. А вот здесь как раз дату можно и выключить. Здесь для страницы дата не так важна. Ну, и опять же, страницы индексируем и MetaBox показываем. Медиафайлы. Медиафайлы можно убирать вот так вот, то есть только оставлять тайтл. Еще раз, да, что такое медиафайлы в данном случае? В WordPress все вот, все, что вы загружаете, ну, вот этот вот раздел медиафайлы, это является как произвольным типом записи формально. Да и неформально, это и есть произвольный тип записи, только это такой, скажем так, системный, да, произвольный тип записи, ну, с которым тоже можно проводить различные операции. Но по умолчанию, если вы где-то видели, ну, например, когда нажимаете на картинку, а он переходит на страницу с этой картинкой, вот это и есть тип записи медиафайла. Поэтому я их обычно не индексирую и ничего на них не показываю. Ну, конец, товары, да. Товары это VUCommerce, ну, вот здесь у меня, видите, стоит установлен VUCommerce. Так вот, товары это тип записи, который создает сам VUCommerce. И здесь тоже, в принципе, можно настроить шаблон записи. Опять же, шаблон названия я прописываю тайтл, а шаблон метаописания я прописываю эксперт. И тогда он будет у меня из страницы описания подтягивать сразу описание товара, что тоже хорошо влияет. Здесь, в данном случае, предпросмотры не имеют смысла, а все остальное индексируем и показываем. Архивы пользовательских типов записей. Ну, архив это рубрика, грубо говоря, да, рубрика самого товара. В данном случае я это настраиваю примерно вот так вот. То есть, идет название рубрики, разделитель названия сайта, прописывать еще товар. Ну, смысла я не вижу. Ну, и опять же, здесь можно метаописание. Здесь смысла нет ставить именно автоматизацию, потому что она срабатывать не будет. Ну, потому что каждую рубрику тоже надо настраивать. И чем хорош iOS, то он тоже метабоксы выводит в каждой рубрике. Ну, если мы посмотрим здесь вот, то, заходя в рубрику, вы увидите, что здесь тоже есть метабокс. И можно прописывать нужные данные, нужные параметры для каждой рубрики. Понятное дело, что если товаров очень много и рубрик очень много, то можно что-нибудь придумать. Категорию рубрики записи через запятую. Ну, вот, пожалуйста, да, можно поставить здесь категорию descriptions, метаописание. И тогда сюда будет в тег descriptions, да, метаописание, будет подтягиваться то описание, которое вы укажете именно вот в этом разделе. Описание. В каждой рубрике и в каждом теге есть такой раздел, и его, то есть вот отсюда он данные будет подтягивать туда. Что, в свою очередь, тоже очень неплохо и очень удобно. Дальше, contact form Nestler Form. Я отключаю индексирование. Это у меня в теме такой функционал присутствует. Индексировать мне его не требуется и не надо. Если вы используете contact form 7 плагин, то там тоже появятся у вас именно вот такие. Но я их не индексирую. Все, с заголовками записей разобрались. Еще один момент, да, насчет типов и заголовков записей. Если у вас присутствуют какие-то, ну, кроме вукоммерсных, произвольных полей, то вы тоже сможете их настроить. Ну, например, у меня здесь есть тип записи критика и тип записи docs. Вот, смотрите, да, видите, критика, то есть я тоже могу настроить шаблон названия, шаблон метаописания. Редиректы, да, это у меня тоже есть отдельный плагин, который я писал. Здесь тоже можно все это настроить. Ну и опять же docs, как видите, да, тоже все это можно настроить. И все это точно так же делается, как и я показывал для шаблона товара, да, типов товара. Итак, поехали дальше. Настраиваем таксономию. Таксономии это то, что называются рубрики, теги или метки и категории. Вот это и есть таксономия. То есть это какой-то параметр, по которому объединяются нужные записи. Итак, рубрики для записи мы настраиваем. Я настраиваю точно так же. Значит, заголовок разделения названия сайта. Здесь можно также добавить категорию descriptions. Ну, то есть, чтобы у нас, когда я там, например, если описание есть, чтобы он автоматически подтягивал. Индексируем их. Здесь, значит, метки тоже самое. Но индексацию я их закрываю. Но смотрите сами, да, все зависит от сайта. Например, если у вас какой-то большой кулинарный сайт, где у вас есть разделение и по рубрикам, и по меткам, то можно метки оставить. Но имейте в виду, что рубрики, что метки имеют свою страницу, да, и все это попадает в индекс. Поэтому лучше всего, конечно, туда описание какое-то делать именно для этих страниц, чтобы в выдаче все это было видно. Итак, здесь я отключил форматы записей. Но это я тоже чаще всего отключаю. Формат записи это такая штука, своего рода таксономия, но такая, привязанная к внешнему виду записи, да, то есть видео, аудио, там, вот такое вот. Я их отключаю. Категории товаров это рубрика вукомерца. То есть вот здесь вот они, категории, метки, атрибуты. Это вот как раз вот это вот все к вукомерцу относится. Ну и опять же, можно здесь прописать все это дело. Ну это то же самое, да, метки, рубрики. Здесь, кстати, их можно не закрывать от индексирования, хотя метки товаров я, наверное, здесь закрою. Потому что у меня здесь товаров не так много, и их проще закрыть. Классы доставки, но это явно надо закрывать, потому что, чтобы они нигде не вылезали снаружи. Это смысла не имеют они. Сохраняем. Единственное, обратите внимание, да, вот этот тег категории descriptions, я не уверен, что он будет работать именно с кастомными полями. Надо будет проверить. Итак, ладно, архивы настраиваем, страницы архивов. Значит, здесь тоже такая вещь, как желательно, что все это дело архивы. Если у вас автор только один, то лучше всего архивы авторов выключать. Так же, как и архивы дат, чтобы все это дело не дублировалось. Да, это реально, ну если вы здесь прочитаете, то да, это проблема дублирования страницы. Я их выключаю, причем выключаю на любом виде. Да, магазин, корпоративный портал. То есть, если только вам действительно это требуется, и у вас какой-то сайт информационный, где много авторов пишут, то да, да, можно рассмотреть этот вопрос. А так, выключаю. Все, сохраняем. Ну и, наконец, вкладка другое. И здесь, что нам требуется. Итак, важный параметр subpage архив, то есть, это архивы погинации. Если, например, вы здесь посмотрите, то есть, когда вы переходите, ну, например, в ленте постов или в ленте, не знаю, товаров, да, и у вас возникает вот такая погинация, то есть, эта страница, это дубли, это надо закрывать. И вот этот как раз переключатель, как раз и это дело закрывает. Дальше, следующий переключатель, использовать метатег keywords, это вот для тех любителей, кто любит кейворды прописывать. Вот если здесь его включить, то на странице, ну, в метабоксе, который для каждой страницы, ну, видите, да, появляется отдельное поле. Это мы с вами разберем чуть позже, но я пока включу, ладно. Ну и, наконец, вот это вот force node dpd metarobots, я это выключаю. Это попадание страниц сайта в каталог, там проверки, свои такие замороки, и никто это не делает, выключайтесь с спокойной совестью. Ну что ж, все, заголовки и данные, метаданные мы настроили, все настроили, переходим к следующей части. Социальные сети. Итак, в новых версиях появилось, вот этого не было, да, то есть, можно прописать здесь социальные сети, ну, как это работает. Я думаю, что это связано именно со своего рода микроразметкой, то есть, если, ну, я не знаю, там, крупная компания, Google, что Google, что Яндекс, они умеют выводить ссылки на профили в соцсетях крупных компаний, и поэтому имеет смысл здесь прописать, ну, какие-то ваши данные. Итак, вкладка Facebook, значит, первый переключатель данный Open Graph. Данный Open Graph, это вот такая штучка, когда вы делитесь чем-то, да, ну, вот, например, если зайти в статью, и здесь вот есть у всех многих кнопочки поделиться есть, да, у меня они внизу, а здесь вот смотрите, вот когда я нажимаю, вот данный Open Graph, это вот то, что передаются именно при отправке в поисковую систему, да, то есть картинка, описание и заголовок со ссылкой, да, есть, то есть, если вы ссылку размещаете где-то в социальных сетях, у вас тоже эти данные подтягиваются. Так вот, за это все дело отвечает как раз данный Open Graph. Многие это дело отключают, а зря, а потом смотрят, почему у меня вот такое. Ну, вот именно потому, что Open Graph не работает, и поэтому у вас ничего не подтягивается. Вот они, вот эти данные, вот это и есть данный Open Graph. И, ну, Twitter Card, это примерно то же самое, только от Twitter. Соответственно, я это дело всегда включаю. Второй момент, URL, адрес изображения. Я бы, конечно, ну, вот такую какую-то картинку я бы добавил, потому что, ну, это если вдруг у вас на странице нету картинок, и тогда картинка по умолчанию будет подтягиваться именно эта. Так, Twitter, ну, здесь то же самое, да, то есть это Twitter Card, и здесь можно тоже с картинкой сохраняем. Ну, Pinterest я особо не пользуюсь, у нас система не популярная, поэтому, да и Google Plus тоже можно ничего не заполнять. Хотя, если у вас есть данные Google Plus, можете заполнить. Хуже от этого точно не будет. Итак, социальные сети настроили, погнали дальше. XML карта сайта. Значит, смотрите, чтобы все вопросы снять, да, в XML карте сайта, который формирует плагин UAS.seo, размещаются метатеги на разметку картинок. Эти метатеги Яндекс не понимает. Не понимает уже давно, система уже обсосана со всех сторон, поэтому и в Яндексе, в кабинете вебмастера Яндекса вылезает предупреждение, что у вас там это непонятный тег и так далее. Если вас это напрягает, выключайте здесь, выключайте и поставьте любой другой карту сайта, и на этом все заканчивается. Если у вас, ну, у меня это, например, не напрягает, поэтому я использую эту карту сайта. Ну, вот, смотрите, да, вот она сформировалась, но здесь слишком многовато данных, которые выходят в карту сайта, поэтому надо их настроить. Итак, записи в карту, медиафайлы обязательно не в карту, товары в карту. Сохраняем. Так, можно здесь прописать конкретно, какие записи не включать. Вы имеете в виду, что индексация поисковыми системами как раз происходит на основании именно XML карты сайта. И то есть, если вы здесь пропишите айдишники каких-то постов, страниц, то они у вас в индекс не попадут. В таксономии тоже я не всю в карту сайта их пихаю. Итак, метки убираем, метки товаров убираем, класса доставки убираем. Ну и здесь, если мы это дело обновим, ну, видите, да, вроде все красиво. Карту, XML карту сайта сформировали, теперь вы можете взять вот прям вот эту ссылочку и добавить в кабинете вебмастера. Как это делать, смотрите, мой сериал SEO подготовка, сейчас вылезет подсказочка. Настроили XML карту сайта и поехали к следующему разделу. Итак, раздел дополнительно. Тоже такой довольно важный раздел. Значит, смотрите, первая вкладка навигационная цепочка или хлебные крошки, по-русски это называется. Хлебные крошки вещь важная, особенно для интернет-магазинов. Ну, здесь у меня пока все криво-косо, потому что все это настраивается. В общем, смотрите, сейчас я прям покажу, как эти цепочки выводить, то есть и как это все, собственно, работает. Итак, включаем, здесь оставляем как есть, главная страница, префикс может и не нужен, посмотрим, архивы убираем. Вы искали, значит, показывать шоу-блок-пэдж. Оставляем показывать. Это вот последнюю крошку показывать или нет. Но я обычно показываю, но в ней все равно ссылки нет, но многие ее убирают. То есть вот это вот дело, ну, тоже, не знаю, вот именно с точки зрения SEO такая штука происходит. Но, в принципе, в SEO есть возможность для каждой страницы, для каждой записи настроить название в крошке. То есть, например, если у вас название статьи там длинное какое-то, да, то в крошке может быть совершенно другое. Так, выделять жирным последнюю, ну, вот последнюю запись на странице. Ну, то есть крошку я обычно не выделяю. Таксономия, которая будет показана в авиационной цепочке. Рубрика для записей, для товаров, категория товара. Так, значит, архивная запись, которая будет показана для таксономии. Товары, товары, товары. Сохраняем. Плагин UASEO все гораздо проще. То есть он автоматически подхватывается, ну, к букву коммерцию. И здесь вот, видите, да, я зашел на страницу записи, на страницу товара, и все, то есть крошки вывелись автоматически. То есть, ну, видимо, где-то в плагине я просто этого не знал, и в плагине именно подсет подтягиваются нужные данные. А может быть, эта тема у меня такая. Нет, и здесь выводится. Ну, я так понимаю, это в теме уже заложенного. То есть мне повезло, и хлебные крошки у меня выводятся автоматически. Но, если у вас не выводятся они автоматически, тогда вам будет достаточно добавить, ну, вот в файл хидер нужную функцию, и у вас будет все выводиться. В принципе, у меня есть отдельное видео, как именно кодом выводить эти хлебные крошки на блоге или еще на любом другом сайте. Сейчас появится подсказочка, посмотрите. А я, чтобы, ну, не затягивать все это дело, продолжаю. Итак, хлебные крошки настроены, да. Ну, я думаю, здесь вот если сильно постараться, то, наверное, можно в виде префикса какую-то использовать, ну, различные шрифтовые иконки. Да, и еще один момент насчет этих хлебных крошек. Я их почему использую, потому что они идут сразу с микроразметкой. А вот разметка, микроразметка крошек, как я заметил, она, ну, поисковая система ее очень четко любит, и она попадает в расширенный сниппет. Вот эта вещь важная, поэтому если вы используете другие хлебные крошки, проверьте, чтобы они тоже были с разметкой. Итак, вкладка следующая, постоянные ссылки, тоже важная вкладка. Итак, здесь первый переключатель, это мы исключаем из ссылки. Ну, то есть, если взять какую-либо запись, и если у вас в настройках постоянных ссылок, вот здесь в базовых настройках, указано, что для записи вот такой формат, ну, то есть, когда название рубрики попадает именно в название ссылки, то тогда вот этот вот переключатель вам очень сильно поможет, да, то есть, чтобы удалить вот это слово категории, ссылки, это как раз для этого и нужно. Значит, второй переключатель тоже важный, я его ставлю в положение редирект, это то, что называется редирект страниц со страниц аттачментов на страницу той статьи, где находится картинка. Ну, то есть, чтобы человек, ну, чтобы, когда картинка у вас внутри статьи находится, чтобы переход, ссылка была не на, ну, ссылка на картинку была не на страницу этой картинки, а на страницу той записи, где сидит эта картинка. Ну, немножко запутанно, но поставьте как есть, я вам говорю, что это так нужно сделать. Итак, реплиту, стоп, ворд, слаг не рекомендую я переключать, потому что, ну, не очень этот параметр работает с нашими поисковыми системами, а вот удалять реплиту комы надо обязательно, реплиту комы это долго объяснять, там, своим формированием пару лет назад была целая истерика, по-моему, с помощью них по всему рунету шла, поэтому их надо удалять, чтобы у вас не было дублей. Всякие редиректы, это вообще вещь очень-очень важная, и поэтому не балуйтесь с ними, я оставляю этот параметр как есть. Дальше, на вкладке RSS я никаких настроек не делаю, в силу того, что RSS у меня происходит через сторонние сервисы. Ну, в принципе, здесь ничего и делать-то особо не требуется. Итак, раздел дополнительно мы настроили, и остался у нас раздел инструмент. Какие есть инструменты готовы в iOS.seo? Значит, здесь вы можете, скажем так, ко всем страницам, то есть вы можете сразу скопом прописать тайтлы и описание, то есть здесь сразу добавить нужное для каждой записи. Ну, чтобы вот это вот не переходить туда-сюда, это очень удобно, когда у вас много записей, приходится много с ними работать, то есть прописывать вот это все дело. Вот этот инструмент очень нужен и очень удобен. Так, импорт и экспорт. Этот параметр предназначен для того, чтобы импортировать настройки из других плагинов. All in SEO Pack, Platinum SEO и так далее. У меня есть видео, сейчас появится подсказочка, посмотрите. Если вам нужен переезд, посмотрите, как это правильно сделать. Ну, и редактор файлов. Тоже вещь очень нужная и полезная. На этой странице можете сразу редактировать свои файлы robots.txt, не заходя на хостинг и htaccess. Но если robots.txt можно создать здесь и можно сразу его редактировать, то с файлом htaccess не балуйтесь, еще раз говорю. Файл очень важный и если вы что-то не так, неправильно напишите, у вас просто-напросто сайт не будет работать, потому что через него происходят все настройки вашего сервера. Ну, просто сервер не найдет ваш сайт и все. Поэтому без лишней необходимости сюда не лазать. И осталась у нас крайняя настройка, консоль поиска. Для чего нужна эта консоль поиска? Значит, смотрите, в SEO есть премиум-версия. В премиум-версии в этой консоли, в премиум-версии, точнее, есть такая целая система редиректов, когда вы можете автоматически через консоль, если у вас появляются какие-то ошибки, там, ну, это 403 ошибка, да, там еще какие-то ошибки вылезают, через эту консоль вы можете сразу редиректа настроить. Но, в принципе, если у вас все это дело... Ну, вот я вот подтягиваю, да, данные. Сайт добавляю. В принципе, данная настройка, то есть он будет все данные подтягивать. Это он... Я еще данный сайт, я еще не добавлял в Google, в кабинет мастера Google, но давайте покажу на VPRuzi, значит, как это смотрится. Аутентификацию, когда прошли, здесь у вас будет со временем, будут подтягиваться те ошибки, которые находит Google на ваших страницах. Ну, вот видите, да, вот у меня 444 ошибка и так далее. То есть страшного в этом ничего нет, но, в принципе, надо настраивать редиректы, да. Но здесь, если вы сюда нажмете, да, видите, здесь это премиум настройка. Но, в принципе, можете использовать любой бесплатный плагин редиректа и точно так же это дело все настроить, если у вас это... Ну, если это требуется. Ну, и настроек здесь, соответственно, особых-то и нет. То есть он просто раздельно ищет для больших экранов, отдельно для смартфонов-коммуникаторов и отдельно для телефонов. Но, в данном случае, я думаю, здесь немножко некорректный перевод, да. То есть здесь это идет малые экраны, средние экраны, то есть планшеты и большие экраны. Ну, потому что планшеты и телефон это уже другой трафик, это мобильный трафик, а Google это все дело по-разному отслеживает. Ну, поэтому вот так и происходит. Вот и все, друзья мои. Базовые настройки провели, все настроили. Дальше я покажу, как, собственно, пользоваться, да, этим плагином и в чем его идея застает, в чем философия этого плагина, если так пафосно выразится. Подписывайтесь на канал, никуда не пропадайте, смотрим дальше. Итак, рассмотрим, собственно, саму философию плагина EOS SEO и как добавлять или управлять метабоксом на страницах, записях и, ну, товаров, да, скажем так, кастомных записях. Итак, для начала, для начала рассмотрим настройку именно главной страницы, статической главной страницы. Но прежде всего я хочу сказать следующее. Я уже рассказывал в своих видео в сериале SEO-подготовка, я говорил, как работает плагин EOS SEO. EOS SEO не использует ключевые слова, ну, формально, да, то есть вот это вот поле Focus Keyword, это не ключевое слово. Если вы здесь напишите какие-то ключи, у вас они не появятся в метатеге Keyword. Это связано именно с тем, что разработчики EOS SEO, и я с ними, в принципе, согласен, считают, что ключевые слова не настолько влияют на ранжирование, насколько влияет именно правильно подобранный текст, картинки и так далее. И, соответственно, вот это поле ключевое Keywords, Focus Keywords, или фокусное слово по-русски, оно предназначено только для того, чтобы плагин смог проанализировать текст, именно содержание, именно вот этот текст, да, который находится, и выдать вам рекомендации, что правильно читать, по читабельности, по SEO, как. Ну, и давайте я покажу, собственно, что будет и как. Итак, главная страница сайта статическая, да, здесь нам нужно указать, ну, здесь вы видите, да, что выводится по шаблону все это дело, но в данном случае шаблон нам не нужен, и поэтому следует написать следующее. Даже не так можно сделать, можно сделать именно вот так вот. То есть название сайта и описание сайта, которые будут браться из настроек самого WordPress. И это будет более правильно и более нужно. Можно, в принципе, написать вот так вот. И тогда он будет именно подставлять именно то, что нужно именно в эти, и показывать, что требуется. И смотрим. Ну, видите, да, уже поменялось название. Здесь уже все красиво, все хорошо. Но это еще не все. Смотрите, обязательно надо дать описание, вот это мета-описание. Если у вас не установлены именно автоматические вот эти сниппеты, то, что я показывал при настройке заголовков шаблона, не установлены, то лучше всего написать. Ну, например, так. Обратите внимание, да, что здесь вот идет такой, ну, не знаю, индикатор, да, какой. Мета-описание должно быть не более 165 слов, но и не менее 70, насколько я понимаю. Ну, такой самый оптимальный вариант. Грубо говоря, две строки. Ну, в данном случае этого будет достаточно. Ну, хотя можно и дописать немножко. Ну, вот видите, да, уже индикатор вошел в зеленую зону, ну, и значит, все хорошо. Обновляем, и теперь у нас на странице именно в коде, да, появится метод text descriptions уже с описанием. Ну, вот, пожалуйста, то, что я записывал, да, все оно появилось. Если, конечно, вам сильно требуется, можно прописать и ключевые слова. Ключевые слова прописываются штатно. Ну, например, Ну, вот, когда мы это написали, да, теперь можно опять посмотреть метатеги, то есть код, и здесь появится keywords. Ну, вот, пожалуйста, да, появилось keywords. Ну, то есть, если вы этим пользуетесь, то, в принципе, пожалуйста, можно это использовать одно и то же. Но тогда фокусное слово смысла использовать не имеет. Хотя, ну, давайте попробуем. Ну, допустим, вот так вот, да, обновляем страницу, и у нас сразу показа индикатор загорелся красненьким, ну, потому что на странице нету никаких, не встречаются никаких слов именно вот с этим фокусным словом. Ну, а дальше, если вы посмотрите аналитику, то вам здесь все ясно и понятно написано. То есть нету в заголовке, нету в первом абзаце, ну, и так далее. Указанное метаописание не содержит ключевое слово, ну, и так далее. Очень подробно я расписывал именно, показывал именно в одной из серий сериала SEO-подготовка. Ссылочка появится, посмотрите, если интересно. Но, в принципе, у нас здесь главная страница, и как это все настраивать, здесь смысла пока не имеет, у меня текста просто нет. Поэтому давайте рассмотрим другие моменты. Значит, читабельность. Здесь он тоже указывает, ну, рассказывает вам, да, насколько читабельно у вас все это дело, текст написан на странице. Ну, и, соответственно, если вы используете мета-ключевые слова, то вся эта аналитика смысла не имеет. Ну, в силу того, что плагин так работает. Но здесь есть еще важные моменты. Например, вот эта вкладка, да, социальные сети. То есть я рекомендую для именно таких важных страниц загружать изображение. нужное. Ну, например, вот эту вот сейчас загрузим. И здесь же, опять же, можно написать нужное описание. И тогда, когда мы будем делиться этой ссылочкой в соцсетях, ну, вот, например, моя страница, да, я хочу поделиться этим вот сайтом. И тогда будут подтягиваться нужные данные. Ну, это одинаково работает, ну, видите, да. То есть вот картинка, которая загрузил, название, ссылку он сам подберет и берет описание. То есть, если вам надо именно вот так вот, то смотрите сами. Единственное, картинку загружайте большую. Потому что, что ВК, что Фейсбук, ну, ВК работает похожих параметров, ну, на тех же, на том же Опенграфе, что и Фейсбук. И, но Фейсбук просит картинку 1200 на 900. То есть это имейте в виду. То есть картинка должна быть большая. Это вот то, что мы говорили про Фейсбук. То же самое про Твиттер можно написать. И тогда у вас при, когда вы будете делиться в Твиттере именно этой страницей, да, у вас там будет вылезать вот такие вот красивые штуки. Это важно именно с точки зрения, ну, то, что называется вирусного маркетинга. Ну, то есть кликабельность увеличивается, заметность и так далее. И здесь есть важный параметр, который позволяет настраивать индексирование именно самой страницы. То есть можно отключить индексирование страницы, индекс, но индекс, первый момент. Второй момент. Вот именно здесь же можно настроить заголовок навигационной цепочки. Но это я покажу сейчас чуть позже, именно на примере записи какой-нибудь. И можно настраивать канонические урлы. Но, в принципе, канонические урлы настраиваются здесь автоматически, и здесь делать ничего не надо. Ну, если только у вас какая-то специальная страница, для которой нужен какой-то свой специальный урл. Вот этот вот важный момент. Итак, теперь, что касается настройки товара. Давайте откроем товар какой-нибудь и посмотрим, как его настраивать. В принципе, есть, существует платная платная версия SEO WooCommerce. Я, честно говоря, не видел, как он работает. Если есть у вас возможность, ну, скиньте мне, просто посмотрим, сделаю обзор, как он работает. Формально, да, если подходить вот так вот штатно, в принципе, эта произвольная запись ничем не отличается от записи простой, и поэтому все данные у нас подтягиваются именно, как мы и говорили. Ну, вот смотрите, то есть у нас здесь используется шаблон, он подтягивает именно описание вот отсюда, да, есть у нас название, ну, то есть title, разделитель и название сайта. Ну, здесь вы можете написать, в принципе, для каждой статьи свое что-то. Ну, и опять же, мета-описание подтягивается из значений. Я так думаю, плагин EOS SEO WooCommerce, он подтягивает еще значения вот из полей, из которых вот эти вот, тут есть краткое описание товара, ну, такие штатные поля, цены товара, то есть он тоже, я думаю, умеет подтягивать именно вот эти данные, именно, ну, чтобы сниппет формировать, но, в принципе, в WooCommerce уже заложено вот это формирование сниппета, и поисковая система сами прекрасно это все дело понимают. Вот, да, и поэтому здесь принцип тот же самый, да, есть, ну, у меня здесь очень короткое описание, и поэтому здесь сложно что-то добавить, ну, давайте, не знаю, ну, как-то так вот, да, вот обозначим все это дело. Ну, у нас появилась, естественно, статистика, аналитика уже появилась, и, соответственно, можно все это дело подгонять. Но, чтобы было более понят, с аналитикой сейчас разберемся на примере нормальной статьи. Опять же, можно указать конкретно какую картинку брать именно при, в том, в тот момент, когда человек делится. в USSEO есть такая классная штука, она работает на записях и на страницах. Смотрите, если у вас запись в двух разных рубриках, да, вы можете указать, какая рубрика будет первой. Ну, имеется в виду, что в хлебных крошках это будет выводиться. Ну, вот смотрите, давайте обновим. Видите, да, рубрика аксессуары. Если мы здесь меняем, появился клотос. То есть, это хорошо, удобно настраивать, именно сам вид хлебных крошек. И имейте в виду, да, эти хлебные крошки попадают в сниппет. Ну, и то же самое, что касается заголовок. По крайней случаю, вот этого, да, то есть, если у нас будет здесь, например, ну, мы не хотим, чтобы у нас было название, ну, я не знаю, можем написать что-нибудь другое. Например, и смотрите, что получается. Ну, то есть, если мы сейчас смотрим, у нас здесь заголовок, и здесь, и заголовок хлебной крошки одинаковый, да, а когда мы изменили, у нас они уже разные. То есть, это тоже очень удобно с точки зрения именно настройки вот этого вот, селого шаманства, вот это вот, тоже очень хорошо и удобно. Вот, теперь, что касается настроек именно аналитики, да, ну, давайте я зайду в какую-то свою запись, уже на сайте WPRUS, ну, с записями просто работать, и просто покажу, как это, собственно, работает. Ну, вот у меня, например, здесь вообще ничего не указано, что-то я как-то это не прописал, поэтому здесь сейчас как раз фокусное слово и будем использовать. Итак, здесь прописываем фокусное слово, единственное, плагин USM, он не совсем понимает заголовки, точнее, он понимает окончание в русском языке именно вот буквально, да, и, соответственно, сейчас будет ошибка. Вот, смотрите, я фокусное слово добавил, и он мне все равно будет говорить, что нету метаописания, не задано поисковых словах, да, ну, здесь, соответственно, давайте напишем какое-то метаописание. Ну, вот, я написал прямое вхождение в фокусное слово, и теперь смотрите, да, вот у нас фокусное слово, вот эта вот, вот эта часть, ну, вот уже, да, теперь смотрите, можно изменить, опять же, название, то, которое будет вылезать в сниппете, ну, например, у меня здесь на странице, как вы видели, вылезает именно вот такое название, заголовка сама, скрываем статью с главной, да, а мы можем здесь именно в тайтле прописать вот так. Ну, и смотрите, да, видите, сразу уже ушло, ушла ошибка, но теперь он говорит, что первый абзац не содержит фокусное слово. Ну, давайте проверим первый абзац, что у нас там в нем написано. Смотрим, что у нас аналитика показывает, а, теперь надо обновить, потому что так он просто не обновляет, то есть из полей он подтягивает сразу, а это ему надо обновлять. Ну, вот ушла, да, ну, и дальше уже тоже можно посмотреть, ну, тут уже вхождение ключевых слов, он считает, количество знаков, правильно, неправильно, ну, в принципе, загнали вот в зелененькую зону и нормально. На самом деле, можно даже и не париться на эту тему и не выдумывать. Есть критерии такие вот правильного написания, но если у вас будет плохая статья, вы никаким образом не запинаете ее в топ-выдачу, просто потому, что люди ее читать не умеют. А вы учтите, что Яндекс учитывает там практически тысячу факторов, да, при выдаче статьи, что Google уже учитывает гору этих параметров, да еще там искусственный интеллект работает, поэтому вот в базе настроили, статья выдается и уже хорошо. Ну и, соответственно, вот такая аналитика. Вот так вот, видео получил очень длинное, но я постарался полностью осветить все вопросы плагина ее от SEO. Я напоминаю, что мы сегодня с вами разобрали полностью настройку, разобрали, как пользоваться этим плагином. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я всегда рад помочь и ответить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом у меня все, увидимся в следующих видео, всем пока-пока.